Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я очень долго думал обратиться хотя бы за советом. В общем, у меня такая ситуация длится на протяжении 10 лет. Познакомилась с гражданским мужем в 20 лет, сейчас мне 30, ему 31. За всю свою жизнь с ним он подарил мне лишь раз розы и коробку конфет. Это нормально? Спрашивает Мария. Ну, вообще-то говоря, это определяете вы, нормально это или нет. Раньше мог поднять на меня руку, когда был молодой, но сейчас этого нет вообще. Но опять же, вы, судя по всему, это ему позволяло. Почему-то. Есть много всего того, что меня не устраивает, причем я это ему говорю, как вы это ему говорите и, соответственно, что делать, если человек вас не слышит. А самое главное, какой ему мотив, какой ему резон вас слышит. Он то ли не слышит, то ли ничего не хочет предпринимать. А зачем? Ну, вот буквально, зачем ему что-то предпринимать? Он ни с одним меня праздником не поздравляет ни с днем рождения, ни с 8 марта. Тем более, чем потом мне говорит, а что ты мне готова, а что ты мне подаришь на день рождения? Ну, опять же, вы здесь как будто бы жалуетесь на человека. Вот. То есть понятно, что у вас совершенно очевидно есть обиды на него. Вот. Но обиды – это одно дело. Чувство обиды можно помочь прожить, его можно скорректировать, можно разобраться, откуда она идет. Можно научиться брать на себя ответственность. За то, чего, допустим, хотите вы. Дальше. Так. Ну, вот, говорит, улочка, которая стоит 8000, я как-то раз попросил телефон у него, купи, говорю, хоть что-нибудь, он у меня, он у меня сейчас кредит, вот давай сделаем так, ты кредит мой гасишь, я тебе телефон покупаю. Это нормально? Ну, опять же, это определяете вы сами. За квартиру я плачу сейчас сама, помощи мне нет, гор помогал и все, еду, которую он ест, просто что-либо готовить, он тоже считает, что я должна покупать сама. Я тяну до последнего, лежу, ничего не готовлю, он, все, ну что, я есть хочу, я лежу, но тогда до него доходишь, что да, но сходи в магазин, я тебе дам уже целых 700 рублей, это разве. деньги в наше время. Опять же, вы здесь решаете это сам, и опять хоть что-то, я должна идти и все делать, а почему вы должны идти? Я устала, просто не представляете, я уже ничего не чувствую после такого отношения, у меня как будто бы нет сердца. Ну, здесь история про то, что вы почему-то позволяете себе уставать. Вот, значит, далее вы пишите про постель, я это пропущу ввиду интимных подробностей, но хочется сказать, что по моим ощущениям, вы в этой ситуации делаете вообще глобально. не в плане постела, вы поступаете регулярно, так как вам не нравится, почему-то. Он сейчас на вахте уже три месяца, и понимание, и я понимаю с каждым днем, что мне так хорошо одной, если я хочу замуж, хочу детей, хочу мужчину, который будет как минимум меня добиваться и ухаживать. И вот здесь очень важный момент, который, пожалуй, можно назвать в какой-то степени даже провокационным. Дело в том, что ваши проблемы, на мой взгляд, проистекают именно из этого, из того, что вы хотите семью, хотите детей, хотите мужчину, чтобы он вас добивал. Почему? Потому что в семье вы ищите защиту. В детях вы ищите реализацию. А в мужчине, который будет вас добиваться, вы ищите проявление своей ценности, которую самостоятельно, судя по всему, вы не ощущаете. Вот и получается, что все, что вы хотите, выносится вами за пределы вашего мира. Что вы можете, понимаете? Это. Понимаете? 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 И это, как мне кажется, серьезно. проблема, потому что таким образом получается, что вы на постоянной основе зависимы от человека, другого человека, и даже сейчас вы хотите, чтобы за вами ухаживали, вы хотите, чтобы вас добивались, то есть вы сами демонстрируете свою такую потребность быть с зависимостью, при этом вы пишете, что хотите выйти из этих отношений, хотите выйти из этих отношений со-зависимых, они вас не устраивают, тогда необходимо повышать самооценку, работать со страхами, учиться опираться на себя, это то, чего вы сейчас не умеете, учиться брать ответственность за свои желания, вот, за собственную реализацию и не сводить, не сводить все к другим людям, не сводить все к тому, чтобы вас определяли, что другие люди, как это происходит сейчас, понимаете, да, вопрос только в том, хотите ли вы, нет, я не выступаю против того, чтобы у вас была семья, или я не выступаю против того, чтобы, ну, чтобы был мужчина, который ухаживал за вами, против этого я не выступаю. Но мне бы хотелось, чтобы это было следствием вашей модели поведения, а не ее целью, как это совершенно и оно, очевидно, происходит сейчас. И, конечно, весь вопрос заключается в том, готовы ли вы что-то делать для того, чтобы это изменить, вот, а это не просто, это, потому что вы 10 лет так живете, вы привыкли. Вы 10 лет терпите, и терпите не просто так, у вас есть свой мотив. Какой это мотив? Какой конкрет, ну, какой конкретно это мотив? Нужно выяснять, разбираться, смотри. Понимаете, да? Вы пишите дальше. Так, за 10 лет мне не поступило предложение, чтобы я стал женой, а мне 30. У меня ни ребенка, ни котенка. Понимаете, да? То есть, иными словами, не отдавая себе сами, не отдавая себе самоотчета, вы стремитесь к тому, чтобы кто-то был смыслом вашей жизни. Кто-нибудь, чтобы был смыслом вашей жизни. Понимаете, в чем проблема? Что вы для себя не смысл жизни, что вы для себя не ценность, что, вероятно, всю свою жизнь вы живете для кого-то. Именно по этой, как мне кажется, причине стало возможной вся вот эта история, связанная с тем, что вам не нравится. именно по этой причине уже столько лет вы живете с человеком, который вас не ценит. И вы говорите, а как мне сделать так, чтобы у меня появился кто-то другой? Возможно, он будет лучше. Возможно, он и будет лучше. Но что, если нет? Что, если не будет лучше? Ну, наверное, вам бы хотелось, чтобы ваша жизнь как-то, может больше принадлежала вам, чем она принадлежит сейчас. Возможно, в таком случае нужно больше на себя опираться. Понимаете, да? Нужно учиться на себя опираться. А вы сейчас, как вы, я надеюсь, понимаете, этого не делаете. И отсюда, отсюда ваши проблемы, на мой взгляд. Необходима психотерапия. При наличии созависимости необходима психотерапия. Психотерапия в данном случае, к сожалению, не короткая. Психотерапия, к сожалению, в этом смысле не быстро. Но это то, что позволит вам ситуацию поправить. Сделать ее вам более управляемой. Ну, как бы, с вашей стороны. Понимаете, да? Начать нужно с того, чтобы помочь вам прожить вот эти неприятные чувства, которые, судя по всему, у вас имеют место быть. Понимаете, да? Вопрос заключается в том, хотите ли вы этим заниматься? Или нет? Вопрос заключается в том, готовы ли вы над собой работать? или нет? Вот это очень важный момент. На этом, пожалуй, все. Я надеюсь, что вам было полезно и интересно то, что вы рассказали. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. обращайтесь за помощью. Вам она, в смысле, помощь пригодится. Желаю вам успехов. Спасибо. 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 Спасибо.